В Красноармейске роженица обвиняет медиков в гибели ребенка. Мальчик родился мертвым, хотя беременность проходила нормально. Кто понесет ответственность за гибель младенца, узнавала Елена Виток. Она хотела назвать сына Никитой, однако долгожданный ребенок Юлии появился на свет мертвым. 33-летняя мать обвиняет в гибели младенца медиков. По словам женщины, родить самостоятельно она не смогла. А врачи сделали Кесарева лишь после 12 часов мучительных сваток. По заключению в морге ребенок умер от удушья. Я именно приехала в роддом для того, чтобы мне помогли, а не для того, чтобы убили ребенка и искалечили меня. Со 43 дня я проездила в больницу. У меня долго гноился шов и мне плюс сделали инфекцию внутреннюю. У меня гнила матка. Юлия Маразан воспитывает двоих детей. Говорит, до этого роды проходили хорошо. Родные заявляют, что в роддом их не пускали, а о смерти младенца никто из персонала не сообщил. Я передала вещи, оставила все и тут же закрыли дверь передо мной. Сразу все. Пообщаться с врачом, который принимал роды у Юлии Маразан, нам удалось по телефону. Акушерство и вино смерти новорожденного отрицает. Я же говорю, что сделали все действия для того, чтобы оказать помощь ей. Использовать ей жизнь. Почему ребенок родился мертвым? Ваша версия. А только плацентная. Это и есть причина. Расследованием дела сейчас занимаются правоохранители. Вопрос пока об отстранении врача не ставился, потому что законом просто отстранение не предусмотрено. Допрашиваются все лица, которые могут что-то нам пояснить, которые с ней находились на лечении, доктора. И по результатам уже будет тогда принято решение. Если вина Акушера будет доказана, ему грозит на трех лет лишения свободы.